КОНЕЦ 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 А что принять? Ну, сложно, как сказать. Была передача в центре поля. Такая суета. Тут понятно, что можно по-разному трактовать как фолл в атаке, так и фолл в обороне. Но решил поставить фолл в обороне. Я со своей позиции не видел, честно говоря. Не видел, кто там что хватал, держал, толкал. Мне сложно сказать. Ну, надо забивать свои моменты. Были два момента еще в втором тайме. Уже при счете 2-1, когда надо было забивать и доводить игру до победы. Проявила характер. Тому я безумовно этим задоволен. Но мы задоволенны тем, что не все гравцы в нашей команде, и, мабуть, те, на кого я больше всего рассчитываю, скажем так, выполняют то, что мы домовляемся. И то, что команда, болевальники, все от них ожидали. Но есть те гравцы, как Ярослав Деда, как парень высшим на футбольном поле своим желанием, своей самовиданностью. Я нашел где-то моменты, создал остроту. И я так считаю, за счет него, мабуть, и пошли в нас те моменты, которые мы создали ворот Мариуполя. И я и буду далее поощрять этих молодых гравцов, как Деда, которые выходят и бьются, и доказывают, и выглядят не хуже, не хуже, чем те, какие наши опытные гравцы, от которых мы, очевидно, гораздо больше. Я не хотел бы сейчас конкретно по персоналям говорить, но и легионеры, и украинцы, я не хотел бы конкретно назвать привычки. Мы будем инициативно разговаривать внутри команды, но я считаю, что в Карпатах такие непростые часы, с точки зрения команды нужен результат. И у нас самая молодая команда в премьер-лезе, то есть и те хлопцы, наши опытные гравцы, у которых есть деякий опыт, они должны тянуть за собой молодь. А в нас чему-то происходит наоборот. Поэтому есть вопросы, которые мы с временем двигаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...